всем привет сегодня у нас необычное видео мы поделимся своими наблюдениями о том какие же ошибки основные допускают покупатели при выборе своего первого велосипеда поскольку второй и третий выбираются уже более искушенными велосипедистами и они понимают практически четко чего они хотят и так а 5 основных ошибок которые совершаются при покупке первого велосипеда конечно же все верят в то что они должны приобрести самый лучший самый красивый ну в общем самый самый велосипед и абсолютно не обращают внимание на то какой же размер рамы нужен именно вам при покупке велосипеда зачастую об этом просто не задумываются ну а некоторые покупки продавцы которые пользуются этим очень умело продают то что им хочется продать и так вы купили велосипед который ужасно вам понравился подошел по цене но к сожалению кататься на нем неудобно болит спина шея как-то очень некомфортно себя чувствуете вывод велосипед скорее всего все таки не вашего размера что же делать выхода в несколько ну как бы основные моменты это конечно же подрегулировать под себя попытаться этот велосипед все таки определенные способы регулировки существуют это поднять либо опустить подсидельный штык это первое что нужно сделать конечно же всем покупающим велосипед затем если это не решила ваши проблемы а можно попытаться приобрести другой вы нас он тоже хорошо в общем-то влияет на посадку и достаточно больших пределов может подрегулировать вашу посадку и сделать ее комфортной либо сделать меньше вы нас либо купить больше и опять-таки очень хорошая вещь это выносы с регулируемым подъемом тоже позволяют в общем-то посадку достаточно в широких пределах отрегулировать ну чуть-чуть можно себе позволять поиграть положением седла ну а дальше смотреть на другой велосипед к сожалению если все это категорически не решает проблему проблема номер два покупая велосипед вы приходите в магазин и тут видите велосипед того цвета что вы хотели все он мне нужен называется так но далеко не всегда вы задумываетесь о том где вы будете кататься по шоссе и это будут дистанции которые нужно на большой скорости проходить обгоняя мимо едущие машины и махаем след либо вы будете не спеша кататься по лесу а может быть вы экстремал и очень любите сделать прыжки возможно даже в воду ну все это влияет на то какой именно велосипед вам нужен а значит нужно задуматься о типе велосипеда потому что купив обычный допустим кроссовый велосипед у которого достаточно узкие колеса люди начинают понимать что по лесу то поехать на нем не очень получается все уехали а я извините буксую по песочку не очень получается и начинаются потом попытки всунуть туда зубастую резину которая пошире а обод узкий а расстояние между вилочкой узкая и между перьями сзади не пускают эту покрышечку ну короче куча вытарс начинается для того чтобы это не происходило придите магазин и скажите продавцу где бы вам хотелось ездить он предложит вам что-то оптимальное именно для ваших целей поверьте выбор велосипедов сейчас очень велик и так ошибка номер три зачастую к нам приходят покупатели которые говорят мы хотим велосипед для всей семьи и я буду ездить немножко и жена будет на выходном ездить жена кнопочка на минуточку муж там под два метра ну и ребенок пускай катается когда там по вечерам в результате велосипед покупается непонятного размера который на самом деле мал папе велик на маму и абсолютно не подходит ребенку то есть все таки ориентируйтесь на основного человека который вашей семье будет кататься на этом велосипеде другому лучше приобрести дешевый но подходящий ему велосипед ничего страшного если на первом велосипеде будет оборудование достаточно низкого уровня она все равно будет работать четвертая причина почему зачастую недовольны велосипедом которые приобрели знаете вот такой прекрасный анекдот купи водку хорошую но дешевую чем все заканчивалось хорошая дешевым быть не может а значит если вы покупаете велосипед зачастую звонят и говорят ну вот у меня есть четыре тысячи гривен дайте мне вот за них что-то хорошее и двухподвес чтобы это был и чтобы там резина была хорошая но что вы мне китайскую предлагаете и чтобы там же шабвеска была не турней а что там повыше мне ниже альтуса ничего не предлагать ну я уже молчу о том что дэора иногда хотят а вот нужно себе понимать если велосипед хороший он не может изначально стоить мало ну просто не может потому что цена которая заявляется на велосипеды как правило рождается из суммы всех комплектующих и компонентов из которых он состоит она далеко не просто так посмотрел на потолок и назначил ее поэтому если уж вам совсем не хочется что-то такое от самого низкого уровня но обратите внимание на велосипеды среднего уровня посоветуйтесь с продавцом возможно есть какие-то акции и скидки которые сейчас объявлены и он вам подскажет что-то акционное что-то скидочное подберет правильно вам велосипед и расскажет даст варианты у вас всегда есть выбор пожалуйста посмотрите этот 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 у этого будет рама более высокого уровня у этого обвеска более высокого уровня а у этого шикарное седло ну что-то для себя подберете оптимальное и обязательно выберите хороший велосипед но из дешевых к сожалению ничего не бывает сильно хорошего ну это как бы абсолютная истина но многие этого не понимают пятая ошибка она основная вы скажете ну хорошо не могу купить дешевый новый велосипед я же куплю был и тут мы понимаем что взрослые это просто большие дети они верят в чудеса да чудеса бывают но крайне редко в нашей жизни вы у велосипед можно смело приобретать если его продает ваш друг который четко вам скажет абсолютно честно падение были падение не было я проехал столько-то вот это нужно заменить а это здесь плохо работает а это вот-вот перестанет работать либо скажет здесь все очень классно и я те как друга отдаю очень дешево ну бывают такие счастливые моменты бы у велосипед это всегда ход в мешке за исключением того случая который я вам рассказала перед этим поэтому насторожитесь бы у велосипеды не исключено пожалуйста можно их как покупать но для этого желательно прийти на момент покупки со специалистом который посмотрит что же в этом велосипеде нужно будет делать ну и вы поймете стоимость ремонта и замены сопоставить и со стоимостью велосипеда который покупает и поймете нужен ли вам новый или можно взять б.у. поработать над ним доработать его подремонтировать и безопасно ездить безопасность превыше всего и об этом нужно помнить поскольку велосипед это тоже транспортное средство и вы едете рядом с людьми рядом с машинами у вас он должен быть в исправном состоянии и так вот основные пять ошибок которые совершаются при приобретении велосипеда ну а вела моды желает вам успешных покатушек только на самых лучших велосипедах с лучшими друзьями и самых приятных ощущений от ваших поездок ваше облажение ваше облажение ваше облажение вы